Девушки отдыхают Чухон Фэй, смотри, это должно быть нарисовано так. Но картины Чухон Фэй не имеют вдохновения, он всегда упускал ключевые моменты сюжетных линий. Господин Ю, вы говорите о его картинах, значит он не так же хорош, как мой отец. Это было только в те годы. Художники всегда растут и совершенствуются. Учитель Ю, то, что вы только что сказали о Чухон Фэй, смогли бы вы повторить это перед прессой? Что? Ты просишь меня спросить моего студента публично? Что ты задумала? Учитель Ю, Чухон Фэй украл картины моего отца и выдал за свои. Его нужно разоблачить. Не могли бы вы помочь мне в этом? У тебя есть доказательства? Ты не должна так говорить без должных доказательств. Они вместе были в заснеженных горах. Вернулся только он, а мой отец внезапно гибнет в горах, пропадает без вести. Тогда же исчезла папина картина, и она неожиданно делает знаменитым другого художника. Это простое совпадение? Считаешь это доказательством? Ты не можешь делать предположения. Так ты можешь навредить людям. Учитель Ю, разве вы сами недавно не говорили? Я вижу, что ты полна ненависти. Но! Извините. Я не хотела вас обидеть. Извините. Вернулась? Как прошла твоя встреча? Всё нормально. Учитель плохо себя чувствовал. Мы почти не разговаривали. В любом случае, ты встретилась с ним? Сяо Тянь, почему ты так долго? Можем возвращаться? Да, спасибо. Сяо Тянь, почему ты так долго? Папа. Что мне делать? Сяо Тянь. Папа. Сяо Тянь. Сяо Тянь. Сяо Тянь. Ребята, вы всё взяли? Ничего не оставляйте Опай Лили, садись в машину Садись в машину Залезай Скорее Хорошо, двигаемся дальше Полиция, что случилось? Кто из вас Ли Синьюэ? Это я Вы задержаны Постойте, это необходимо? Какие-то проблемы? Поступило сообщение из дома господина Ю Её обвиняют в ограблении Произошла какая-то ошибка Где он сейчас? Врачи пытаются спасти ему жизнь Вы были последней, кто видел его прошлой ночью Где вы были прошлой ночью? В отеле Я ничего не знаю Расскажите о своих передвижениях Что делали? Ну, я была в своей комнате Вела прямую трансляцию Видели что-нибудь подозрительное? Ну, мы зарегистрировались в отеле вчера Потом мы вышли поесть После этого мы легли спать Ли Синьюэ пошла навестить господина Ю Они немного поговорили Я не знаю подробностей Но, офицер Поверьте мне, пожалуйста Я отвечаю за эту поездку Как мне убедить вас? Ли Синьюэ неплохой человек То, что вы сказали Она не могла такое сделать? Это недоразумение Я понял Хотя время и место совпадают С визитом Ли Синьюэ У вас нет доказательств Что это все сделала она Вы следователь или я? Кто из нас офицер? Вы Ли Синьюэ Успокойтесь Расскажите все подробно Вы спорили с господином Ю в ту ночь? Сын господина Ю слышал ваш спор Господин Ю был учителем моего отца У меня не было причин ссориться с ним Тем более Избивать его Только когда я рассказала о гибели моего отца Он высказал свое несогласие С моей точкой зрения Но мы не могли с ним драться Прежде чем покинуть дом господина Ю Вы еще что-то сделали? Ничего Больше я ничего не делала Я была разочарована Результатом разговора Поэтому я только извинилась перед уходом Вот здесь Посмотрите внимательно Это фотографии с места преступления На месте происшествия мы обнаружили, что в кабинете был беспорядок Когда я уходила, все было хорошо Ли Синьюэ Подумайте еще раз Вы что-нибудь пропустили? Нет Все в этой комнате было на месте Офицер, я правда ничего не крала Ли Синьюэ Если мы выясним, что это не имеет к вам никакого отношения Мы не станем несправедливо обвинять вас Однако мы не собираемся облегчать ничью вину Лилия С тобой все хорошо? Лилия Лилия Офицер Что будет дальше? Офицер Это какая-то ошибка Я уверен, что это недоразумение У господина Ю сердечный приступ В его комнате явные признаки кражи По словам домочадцев из кабинета господина Ю Прошлой ночью были слышны характерные звуки Господин Ю лежал на полу, находясь без сознания Также они услышали, как кто-то убегает Все улики показывают, что Ли Синьюэ была последней, кто покинул комнату Она подозреваемая Подождите секунду Этого не может быть Она вышла с пустыми руками Мы это видели, верно? Она вышла ни с чем Ни с чем, она вышла ни с чем Вы лишь знаете, что она ничего не взяла, но могла обыскать комнату Вы тоже не можете этого Воль, успокойся, с ней все будет хорошо О чем ты говоришь? Семья Ю сейчас подсчитывает убытки После этого определится наказание и приговор Сейчас мы отпустить ее не можем А вы свободны Но... Но... Как же так? Все будет хорошо Как полиция могла завести это дело? Лили точно не виновна Полиция исследует доказательства В этом нет ничего плохого Сейчас единственное, что для нас имеет значение Найти способ доказать невиновность Лили Как это сделать? Полиция также сказала, что все указывает на Лили Что же нам теперь делать? Ожидание здесь не поможет Вернемся и подумаем Сяутянь прав Сначала вернемся в отель Ладно, садимся в машину Не против, если я подремлю немного? Бостю Теперь, если Лили в тюрьме Нам нужен другой вариант для прямой трансляции Поговорим об этом, как вернемся И изменим план Пойдем Поговорим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа, ты нашел вино, что я тебе купил? Есть ли повреждения упаковки? Я только что проверил, никаких проблем. Зачем ты снова купил мне вино? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело в том, что теперь Ли Синьёй была задержана местной полицией. Что-то серьезное? Подожди секунду. Все так. Ли Синьёй настояла, чтобы мы приехали сюда. Сказала, что ей нужно навестить учителя по имени Ю. Учитель искусства. Но после того, как она встретилась с ним, его семья вызвала полицию. Они сказали, что что-то украли из их дома. Господин Ю потерял сознание, и врачи сейчас пытаются спасти ему жизнь. Ты слышал, о чем они говорили? Частично. Какие-то воспоминания говорили о том, что было, когда ее родители учились здесь. Что ты сам думаешь об этом? Если честно, я не думаю, что Ли Синьёй имеет к этому какое-то отношение. Тянь, Сяу Тянь, что ты о ней знаешь? С каких это пор мы руководствуемся чувствами? Что, если она преступница? Что, если она просто прикрывается? Говорю тебе, единственное, на что ты можешь опираться, доказательство. Расскажи в деталях, что ты видел и слышал сам, прошлой ночью. Когда я увидел, что Ли Синьёй вошла в дом господина Ю, я придумал предлог, чтобы пойти за ней. Затем я обошел двор этого дома, чтобы найти место для наблюдения. Вскоре после того, как я добрался туда, Ли Синьёй уже открыла дверь и вышла. Хочешь сказать, после того, как она ушла из кабинета, господин Ю был в порядке? Да. Это означает, что Ли Синьёй и господин Ю расстались вполне мирно. Что за ситуация в комнате? Дверь была приоткрыта на небольшую щель, так что я не мог разглядеть. Они тогда спорили друг с другом или ломали что-то? Ты можешь сказать с уверенностью? Нет. Что делала Ли Синьёй потом? Она не выглядела счастливой, когда вернулась. Шэнся пыталась шутить с ней, но она не отвечала. Затем она просто заперлась в комнате и оставалась там всю ночь. Она точно не выходила оттуда. Ли Синьёй является важным ключом. Хорошо, что никто не умер. Что касается этого случая, я попрошу местную полицию тебе разрешать сотрудничать с ними. Не делай ничего один. Капитан Фэн, так как я часть этой команды, я могу использовать своё преимущество. Пожалуйста, разрешите мне участвовать в расследовании полиции УСИ. Та картина, мне кажется, имеет отношение к тому, что случилось здесь, и заодно мы можем проверить некоторые факты. Так мы сэкономим время. Хорошо. Скоординируйся с другими секторами и помогу тебе получить все необходимые материалы для этого дела. Выясним, что вызвало сердечный приступ господина Ю. Я свяжусь с местной полицией. Будь осторожен и закончи расследование полиции Ньюа. Понял? Пусть доказательства скажут сами за себя. Нет смысла скрывать преступников. Это сложнее, чем ты можешь себе представить. Отправляйся. Да, я понял. Боже мой. Это безумие. Как они могут такое писать? Бан, Бан, позор вам. Сяся, не нервничай. Ничего не хочу. В интернете так много людей, ты не можешь с каждым бороться. Какой у меня выбор? Смотреть, как они нас оскорбляют? Я думаю, сейчас лучше спокойно промолчать. Сейчас особенно важно сохранять спокойствие. Рано пока расстраиваться. Верно. Где Бус-Чу? Мы не можем просто так ждать здесь. Пойду проверю, как он. Не волнуйся. Здравствуйте, господин Ван. Конечно. Что? Отменили? Почему? Господин Ван, алло? После проведения полного исследования проекта, о котором мы договорились ранее, заявку решили отклонить. Приносим свои извинения. Бус-Чу, не отвечай на звонки, если не хочешь. Давай, попей воды. Со мной всё нормально. Опэй. Босс. Сахар. Продолжение следует... Продолжение следует... Есть ли прогресс в этом деле? Почти закончили. Довольно быстро. Слушайте, внимательно наблюдайте за ним. Нет проблем. Помните доказательства, говорят сами за себя. Что привело тебя обратно? Что ж, я хочу уточнить. Звонил вам капитан Фэн. Капитан Фэн? Значит... Цинь Цяу Тянь из-за дела наркотиков прибыл на дежурство. Приветствуем. Я Мусун Дзянь. Приятно познакомиться. Капитан Фэн только что звонил. Он сказал, что ты сейчас под прикрытием. Это правда. В действительности я слежу за Лиси Ньюэ. Под видом взыскания долгов. Я вынужден был с этой компанией отправиться в Шангрила. Никто не планировал такого. Как ты сам считаешь? Что я могу сказать? Я тут подумал... Есть еще? Не успел поесть. Понятно. Сяули, сходи и купи один для нашего нового офицера. Хочешь риса или лапши? А есть лапша, буду лапшу. Слышал? Торопись. Я быстро. Ну что, давай сядем и поговорим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какие подсказки? Да. Вор что-то искал в столе его кабинета. Это фотографии с места преступления. Что-то украли? Его семья сказала, что нефритовый браслет, который он всегда носит с собой. И нет халцедоновых чёток. Эти две вещи являлись его любимыми. Он не мог их потерять. Обычно он оставлял их на столе. Его семья подозревает, что Лин Синь Юэ и господин Ю стали ссориться. Может быть, на эмоциях могли их разбить? Почему ты продолжаешь думать, что это Лин Синь Юэ? Никто из вас не чувствует, что это сделал профессиональный преступник? Что на этой фотографии? Посмотрите, как выдвигались ящики. Как человек обычно открывает их? Вообще, их открывают сверху вниз. Сначала самый верхний, потом закрывают, открывают нижний. Но взгляните на это. Все ящики в его комнате были открыты. Это, наверное, потому что этот рецидивист хотел сэкономить время. Поэтому они открывались один за другим снизу. Потому он и не закрыл их. Теперь девушка с Лин Синь Юэ. Я провел некоторое время. Я знаю, что она очень аккуратна и чрезвычайно осторожна. Неважно, волнуется ли она, но если она что-то ищет, всегда сначала закроет, прежде чем перейти к следующему. Ты считаешь, что вор мог войти в комнату после того, как ушла Лин Синь Юэ? Как ты объяснишь камеры наблюдения? Здесь расположен дом Ю. Я был на северной стороне улицы. За его домом я заметил, что камеры на этой улице размещены с интервалом 200 метров. Стена не очень высокая. Если это был профессионал, то расстояние в 200 метров для него не станут проблемой. Ему не очень сложно было узнать слепые зоны камер. С такой низкой стеной он мог просто войти и выйти. Без проблем. Сяутиань, предположим, ты прав насчет всего этого. Проблема в том, что у нас нет доказательств, чтобы оправдать Лин Синь Юэ. Хорошо. Я знаю, для этого нужны прямые доказательства и свидетели. Вы собираетесь на место преступления? Я пойду с вами. А вот и ужин. Ся-ся. Почему так долго? Рядом с нашим отелем еда слишком жирная. Я нашел старый ресторан. Еда там фантастическая. Попробуй. Где босс? Схожу и проверю его. Босс, ужин готов. Давай зайдем. Босс, пора ужинать. Босс. 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 Он спит? У него во рту все еще леденец. Он, думаю, он не спит. Босс, ты напугал меня. У меня чувствительное сердце. Что если я... Ладно, не берите в голову. Босс, время для ужина. Все в порядке. Ты должен что-нибудь съесть. Оставьте меня. Ну, что? Идем, идем. Пойдем. Поужинаем. Сяутянь, я пойду проверю там. Ладно. Ну же. Я возьму себе стул. Садись здесь. Ну, давайте поедим. Ладно. И это для тебя. И для меня. Чего ты ждешь? Леденец. Босс. Хочешь, я тебя покормлю? Без проблем. Я не удивлюсь, если Лили голодна. Может, послать ей немного еды? Я спрашивала в полиции. Они сказали, что ее кормят три раза в день. Правда? Ты тоже хочешь в тюрьму? Цинь Сяутяня совсем ничего не заботит. Я не слышал о нем весь день. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты напугал меня. Ты тоже это выяснил? Видео с приборной панели. Точно. Найдем владельца машины и проверим. Хорошо, но как связаться с ним? Он спокойно мог спать после того, что случилось с его девушкой. Если с тобой что-то случится, я так не поступлю. Извини, само вырвалось. Правда. У меня есть идея. Какая идея? КОНЕЦ Теперь можете отпустить. Это только снимок. Как ты можешь быть уверен, что это не Ли Синьюэ? Очевидно, что это фигура мужчины. У Синьюэ совсем не такая фигура. Ладно, даже если это не Ли Синьюэ, откуда ты знаешь, что он не имеет к ней никакого отношения? Что если они заодно? Когда было сообщено о преступлении, упоминали, как выглядел вор? Они просто сказали, что слышали шум из комнаты. И никто не ответил, когда они постучали в дверь. Потом они вошли в комнату. Внутри никого не увидели. Но зато было открыто окно. Им показалось, что слышали шаги. Ясно. Сегодня я буду сидеть у того дома в засаде. Ты считаешь, что вор может вернуться? Думаешь, что воры идут на дело дважды? При этом в один и тот же дом? Как сказать? Прежде всего, это был необычный случай воробства. Во-вторых, с самого начала кто-то наблюдал за нами. Если быть точнее, за Ли Синьюэ. Капитан Фэн, кажется, упомянул по телефону, что у нее есть очень дорогая картина. Это правда? Так ты все это знаешь? Ну, знаешь ли, тогда позволь мне прояснить ситуацию. Почему вор ворвался в дом господина Ю? Должно быть, он решил, что Ли Синьюэ могла спрятать картину там. Вот почему он обыскал комнату. Но в результате он запаниковал, потому что в доме были люди и испугнули его. Он испугался, что может быть пойманным. Он только успел обыскать стол. Больше ничего не тронул. Точно. А теперь Ли Синьюэ находится в СИЗО, как подозреваемая. Для настоящего преступника сейчас самое безопасное время. Поэтому я уверен, что он придет туда снова. Хорошо, я организую для этого несколько офицеров. Капитан, могу я присоединиться к ним? Ладно. Давай. Нам все еще очень жаль. Мы вынуждены задерживать свою прямую трансляцию. Это из-за сложившихся обстоятельств во время поездки. Да, мы знаем, что вы видели все комментарии на нашем форуме. Но я хочу вам сказать, это все неправда. Советую вам сохранять спокойствие. Оставайтесь разумными и объективными. Прямо сейчас полиция ведет расследование. Очень скоро все станет ясно. Те, кто распространяет ложные слухи, причиняют нам боль. Или господину Юге и его семье. Тролли, что оскорбляют других, не придирайтесь к нашей сяся. Придирайтесь ко мне. Что ты несешь? Тогда не втягивайте больше меня. Извини, я не знаю, почему я это сказал. Что там у нас дальше? Раз, два, три. Дорогие мои, вы должны доверять нам. Скоро снова вернутся наши приключения для вашего удовольствия. Правильно. Пожалуйста, будьте терпеливы и ждите с нами. Лично я жду с нетерпением нашу Лиле. Скажи что-нибудь. Скажи что-то. Я тоже жду. Да, жду. Чего ждешь? Жду путешествия, где вы можете встретить любовь. Кто-то только что прокомментировал? Да. Они поддерживают нас. Большое спасибо. Спасибо, мои хорошие. Смотрите, это комплимент для тебя. Он говорит, я выгляжу глупо, но мило. Это комплимент для меня. В одном из комментариев хотят посмотреть, как я солирую. Я могу сделать это для вас. В любой момент. Но в этом путешествии наши пять человек, команда. Никто не должен оставаться позади. Это точно. Потому что это программа о романтическом путешествии. О взаимоотношении и любви между парами. Вот что отличает нас от остальных. Поэтому мы просим вас, пожалуйста, оставайтесь с нами до конца. Ну же. Раз, два, три. Вперед! Я люблю вас. Любим вас. Спасибо всем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Где ты был? Я чувствую, от тебя несёт пивом. А? Почему ты здесь? Что? Я не могу быть здесь? Что ж, есть ещё кто? А? Что? Ты не в своей комнате? Почему ты напился? Подумал, это поможет мне уснуть. Угощайтесь. Как ты можешь спокойно пить? Я скажу вам. Та кража была реальной. Невозможно. Лили не такой человек. Я ещё не закончил. В полиции это уже подтвердили. Это сделал кто-то другой. Это была не Лилия. Так что она скоро вернётся. Какое облегчение. Это более правдоподобно. Другой вопрос. Речь идёт о продвижениях. Мы можем в будущем держать это в секрете. Что ты подразумеваешь под секретом? Видишь ли, мы находимся в прямом эфире. Можем ли мы изменить его на запись? Конечно нет! Дайте мне закончить. Я пришёл к этому, потому что считаю, что когда мы находимся у всех на виду в интернете, нас видят разные люди. Я не говорю, что все они плохие. К примеру, наши конкуренты захотят втянуть нас в разного рода неприятности. Не согласен. Если бы не прямая трансляция, у нас не было бы ни одного пользователя программы и продаж. Так что нет. Сформулирую это иначе. Если мы будем продолжать в том же духе, мы не сможем гарантировать безопасность или сенью и остальных. Вы всё ещё настаиваете? А что не так с нашей безопасностью? Да. Какие у нас могут быть проблемы с безопасностью? Ну, я просто предполагаю. Вдруг что случится? Вот пришло мне в голову. Внезапно подумал об этом. Вдруг такое случится? Ну что? Сяо Тянь, я понимаю, что ты имеешь в виду. Ты ходишь вокруг да около. Может, все неприятности из-за тебя? Поэтому не хочешь, чтобы знали о наших передвижениях. Я прав? Я раскусил тебя? Что с тобой не так? Я пытаюсь объяснить, что это для безопасности. Как хотите. В любом случае, я сказал то, что хотел. Не согласится ваше право. Я устал. Пойду. Я вернусь в свою комнату и выпью пиво. Завтра я сам проснусь, когда захочу. Не будите меня. Постой. Мне всё равно, что между вами произошло. Я согласился взять тебя к нам в команду. Если ты не переходишь границы, я не стану усложнять тебе жизнь. Но сейчас ты хочешь, чтобы я сдался. Говорю ещё раз, ни за что. Ясно. Вы правы, босс Чу. Спокойной ночи, я пойду. Что он имел в виду? Хватит о нём. Пусть сидит в комнате. Я желаю, как ты оставлял! Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Еще рано Мы не слишком далеко Может поближе подойдем Он может заметить Там наши люди А тот парень компетентен? Чем он может помочь? Профессионал, он чемпион по борьбе по результатам года А его рефлексы? Отличны Бдительность? Хорошая Ладно Ты голоден? Нет Я не ем белый шоколад Просто возьми У тебя еще мало опыта Обычно мы сидим всю ночь И должны быть полностью готовы Иногда мы даже приносили подгузники на работу Ты должно быть шутишь Чья это собака? Куда ты смотришь? Туда смотри Он появился Фигура точно такая же, как на видео Ему что, холодно? Зачем он напялил пальто? Посмотрим дальше Похоже, это тот самый вор Когда начнем действовать? Потерпи Подождем, пока перелезет через стену Запись включена На этот раз он не уйдет Субтитры создавал DimaTorzok